Вести Карачаева, Черкесия Мы вместе. Приоритетным направлением является оказание помощи военнослужащим и их семьям. Курорт Домбай Карачаева, Черкесия занял второе место в рейтинге лучших горнолыжных курортов для зимнего отдыха в России. Итак, главным новостям. По поручению главы Карачаева, Черкесия Рашиды Тимрезова, Министерством труда и социального развития региона, для оказания помощи членам семей мобилизованных граждан, была создана специальная служба поддержки. Сотрудники штаба будут оперативно рассматривать поступающие обращения от семей мобилизованных и оказывать необходимую помощь. Обратившиеся члены семей могут получить помощь при устройстве детей в детские сады и школы. Кроме того, будет оказана помощь родственникам, нуждающимся в постоянном уходе, а также в случае необходимости будет оказана юридическая и психологическая помощь и помощь в оформлении мер социальной поддержки. Для получения необходимой информации необходимо обратиться по телефону 220205. Напомним, что в Карачаево-Черкесии на уровне правительства республики приняты дополнительные меры поддержки для военнослужащих. Это единовременная выплата в 100 тысяч рублей каждому мобилизованному, выплаты в случае ранения от 100 до 300 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести. В связи с частичной мобилизацией на портале Госуслуг также запущено два новых сервиса. Один из них разработан для добровольцев, а второй для тех, кого призвали по ошибке. С момента объявления в России частичной мобилизации на портале Госуслуг зафиксировано уже более 70 тысяч запросов на эту тему. Решение по каждому заявлению будет отслеживаться и контролироваться. Информация будет докладываться руководству страны. Запущена горячая линия 122. Для информирования граждан по вопросам частичной мобилизации служба развернута во всех регионах страны и готова к приему заявок. Губернаторы помогают в организации работы операторов горячей линии на местах. Правительство собирает и фиксирует самые часто задаваемые вопросы граждан и совместно с Министерством обороны готовит на них ответы. Ориентируйтесь на официальные источники, не доверяйте слухам и неправильной информации, отметил вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко. В соответствии с указом президента и по поручению председателя правительства, мы задействуем горячую линию 122 для информирования граждан по вопросам частичной мобилизации. Колл-центры 122 хорошо зарекомендовали себя еще в пиковые периоды пандемии. Ответы на вновь поступившие вопросы будут предоставляться по мере их обработки. Получить информацию можно не только на горячей линии 122, но и через официальный ресурс правительства. Объясняем.рф Глава Карачаевой Черкесии Рашид Темрезов вручил почетное звание заслуженной работник культуры Карачаевой Черкесии заместителю генерального директора ВГТРК Рифату Сабитову. В ходе встречи были также обсуждены вопросы информационного взаимодействия между подразделениями Всероссийской государственной телерадиокомпании и Карачаевой Черкесии. С удовольствием вручил Рифату Абдул-Вагаповичу почетное звание заслуженный работник культуры Карачаевой Черкесии за его личный профессиональный вклад в развитие региона и поддержку регионального телевидения, в частности телеканала ГТРК Карачаева Черкесия. Позже написал в своем телеграм-канале глава республики Рашид Темрезов. В актовом зале Главного управления МЧС России по Карачаевой Черкесии прошло торжественное совещание, посвященное празднованию 90-летия со дня образования системы гражданской обороны Российской Федерации. В мероприятии приняли участие руководство и личный состав управления МЧС, органов государственной и муниципальной власти региона. Был продемонстрирован фильм о том, как происходило становление системы гражданской обороны в Российской Федерации. Был представлен также ряд докладов о работе систем ГО и ЧС в Карачаево-Черкесии. Лучшим представителям профессии вручили медали 90 лет гражданской обороны за пропаганду спасательного дела, за содружество во имя спасения, нагрудные знаки «Отличник гражданской обороны» за заслуги и другие награды. Приятной частью совещания стало награждение победителя первого этапа конкурса Всероссийского геройко-патриотического фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда спасения» Александра Миронычева, который исполнил конкурсную песню. С 1 января 2023 года предлагается ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами. Оно объединит целый ряд действующих мер социальной защиты, в том числе выплаты в связи с рождением или усыновлением малыша и до достижения им 3 лет, а также на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17. Об этом сообщил председатель правительства страны Михаил Мишустин. По поручению президента правительство выстраивает целостную систему их поддержки. Оказавшиеся в трудной финансовой ситуации родители, беременные женщины могут получать ежемесячную денежную помощь от государства в зависимости от индивидуального материального положения граждан возраста ребенка. С 1 января предлагается ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами. Оно объединит целый ряд действующих мер социальной защиты, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением малыша и до достижения им 3 лет, а также на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17. Станет оно назначаться и нуждающимся женщинам, ставшим на учет на ранних сроках беременности. Чтобы оформить универсальное пособие, необходимо будет подать лишь одно заявление, без дополнительных справок. И сделать это можно как через портал госуслуг, так и лично через МФЦ, либо фонд пенсионного и социального страхования, если для человека такой вариант предпочтительнее. Государство обеспечит действительно единую комплексную адресную поддержку с ранних сроков беременности женщины и по мере взросления ребенка. Она затронет семьи, где воспитываются порядка 10 миллионов детишек. В правительстве Карачаева Черкесия обсужден вопрос установления границ муниципальных образований и населенных пунктов. В совещании приняли участие председатель правительства Мурат Аргунов, заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в СКФО Владимир Надытко, федеральный инспектор аппарата полпредства по Карачаевой Черкесии Юрий Ясько и другие. В целях исполнения перечня поручений президента страны сведения о границах для внесения в единый реестр недвижимости необходимо направить до 2027 года для скорейшего решения вопросов установления административной границы Карачаевой Черкесии распоряжением главы республики создана межведомственная комиссия по рассмотрению и урегулированию вопросов, возникающих в ходе согласования границ региона. В Карачаево-Черкесию поступило медицинское оборудование для лечения и реабилитации людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В этом месяце в регион поступят еще два аппарата для стимуляции головного мозга. Специалисты Республиканской клинической больницы уже прошли обучение для работы на новом высокотехнологичном оборудовании. Кроме специализированной техники для реабилитации постковидных больных поступили аппараты ИВЛ и специальные функциональные трехсекционные кровати. Напомним, в Карачаево-Черкесии после прохождения диспансеризации впервые выявлены более 8000 хронических неинфекционных заболеваний, 41% из которых составляют заболевания сердечно-сосудистой системы. В эти дни в Москве в рамках Большой учительской недели учителя Карачаево-Черкесии принимают участие во встрече Всероссийского экспертного педагогического совета. Нашу республику представляют учитель математики школы номер один Станицы Зеленчукской Юлия Копалкина и учитель истории общества знания лицея номер один Усть-Жигуты Зухра Семенова. Педагоги помогают Министерству просвещения в выработке и принятии эффективных решений по важнейшим вопросам, таким как оплата труда, профессиональное развитие педагогов, улучшение материально-технической оснащенности школ и других. В Карачаево-Черкесии стартовал школьный этап Всероссийской Олимпиады школьников, который продлится до 28 октября. Ежегодными участниками школьного этапа Олимпиады становятся более 16 тысяч обучающихся из всех муниципалитетов республики. Олимпиада пройдет по 22 предметам. В этом учебном году школьный этап Олимпиады проводится и на технологической платформе Sirius.Curses. На ней Олимпиада пройдет по шести общеобразовательным предметам. Это физика, химия, биология, математика, информатика и астрономия с использованием дистанционных информационно-коммуникационных технологий. По информации Управления Роспотребнадзора по Карачаевой-Черкесии, с начала пандемии в республике зарегистрировано 50 363 случая заражения коронавирусом в инфекционные стационары. На этот день госпитализировано 20 человек с лабораторно подтвержденным диагнозом. В общей сложности 2122 человека находятся под медицинским наблюдением амбулаторно. К ним относятся лица с положительным результатом лабораторных исследований на COVID. В целом по Российской Федерации наметилась тенденция роста заболеваемости COVID. В лечебно-профилактических учреждениях республики вновь введен обязательный масочный режим и ограничение посещения больных. При ухудшении обстановки по COVID-19 ограничительные мероприятия будут дополняться. Дикорастущую коноплю на площади более 900 квадратных метров уничтожили на территории республиканской столицы в ходе операции МАК-2022. В прошлом году в рамках акции в Черкесске очаги дикорастущей конопли были уничтожены на площади более 2000 квадратных метров. Уничтожение наркосодержащей растительности осуществляется путем обработки гербицидами скоса и сжигания. Обо всех фактах незаконного оборота наркотиков, в том числе о незаконных посевах и очагах произрастания наркосодержащих растений можно сообщать по телефону 29-2205. В Зеленчукском районе в результате ДТП погибло два человека. На подъезде курорт Архис водитель автомобиля Лада Приора не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовиком под управлением 35-летнего жителя Новой Джигуты. В результате автоварии от полученных травм на месте происшествия скончались двое жителей станицы Кардоникской, 26 и 30 лет, находившиеся в салоне Приоры. Сотрудники госавтоинспекции Карачаева Черкесии призывают участников дорожного движения к бдительности во время сезонного перегона домашнего скота, комментирует информацию инспектор отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального отдела МВД Зеленчукский Роман Хубиев. С сегодняшнего дня по конец ноября 2022 года на территории Зеленчукского, Урубского, Малокарачаевского, Карачаевского муниципальных районов будет производиться перегон крупнорогатого сельского домашнего скота. В связи с чем госавтоинспекция по Карачаево-Черкесской республике информирует водителей о том, чтобы они были внимательны, соблюдали ПДД, обращали внимание на знаки, предупреждающие о вольном выпасе, а также перегоне скота через федеральные автодороги. Сотрудники управления вневедомственной охраны Росгвардии по Карачаево-Черкесии провели день открытых дверей для учащихся одной из гимназий столицы региона. В ходе мероприятия ребята узнали о служебных буднях росгвардейцев, побывали на пульте централизованной охраны, где увидели работу диспетчеров с группой задержания, а также ознакомились с экипировкой сотрудника вневедомственной охраны. Также гости посетили мемориал правоохранителям, где увековечены имена погибших при исполнении служебного долга сотрудников вневедомственной охраны. Майор полиции Наталья Олейникова рассказала о подвиге каждого из них, после чего собравшиеся почтили память героев минутой молчания. На базе управления вневедомственной охраны Росгвардии по Крачево-Черкесии прошел шахматный турнир среди сотрудников, посвященный наступающей 70-й годовщине создания подразделений вневедомственной охраны. В рамках турнира наши сотрудники проявляют свои интеллектуальные способности и умение мыслить логически, отметила майор полиции Наталья Олейникова. По итогам интеллектуальных состязаний победу одержал сотрудник Зеленчукского отдела вневедомственной охраны, прапорщик полиции Александр Черенкевич. В следующем году в Карачаево-Черкесии планируется создать еще три молодежных проектных офиса. Задача проектного офиса и экспертов Росмолодежи дать представителям молодого сообщества возможность сформировать навыки в сфере социального проектирования, бизнес-планирования и публичных выступлений. Об этом сообщил советник министра по делам молодежи Карачаева-Черкесии Расим Попшов. В данный момент идут территориальные рассмотрения, а так мы хотим развивать не только город Черкесск, вот это большая проблема, когда только в одном городе сосредоточены все ресурсы. Мы хотим открывать такие площадки, как и в городе Карачаевск и в муниципальных деток. Много людей выпадает из этого процесса. Человек после учебы, после работы вечером сел и для себя такой небольшой досугу устроил, там посидел, поработал. И для жителей города Черкеска, естественно, это удобно. Там приехал в офис, посидел, поработал, добраться до дома недалеко. Но если мы там, например, рассматриваем ребят, которые каждый день ездят, им, естественно, неудобно оставаться, задерживаться. Поэтому мы хотим в долгую сыграть и открывать такие точки и в муниципалитетах тоже. Курорт Дамбай в Карачаево-Черкесии занял второе место в рейтинге лучших горнолыжных курортов для зимнего отдыха в России. В настоящее время продолжается раннее бронирование на новогодние праздники. В связи с этим сайт twill.ru выяснил, какие горнолыжные курорты наиболее популярны среди туристов. Почти половина россиян выбрала курорты горного кластера Сочи. Около четверти голосов участники опроса отдали горнолыжному курорту Дамбай. Третье место занимает Ширикеш в Кемеровской области, очень популярный среди жителей Красноярского края и Новосибирской области. В Карачаево-Черкесии состоялся поход тропами Кавказа, организованный молодежным отделением некоммерческой организации Алашара. Участниками исторической экскурсии стали 38 юношей и девушек. Путь, который необходимо было преодолеть, был непростой. Маршрут лежал от поселка Дамбай до Чучхурских водопадов. Цель таких походов в теплой, дружественной атмосфере рассказать участникам похода об истории народов Кавказа, его образе жизни, быте и культуре. На протяжении всего пути молодые люди общались, знакомились и делились положительными эмоциями. Наградой тем, кто поднялся на самый верх, стал потрясающий вид на всю Дамбайскую долину. Радио России, Карачаево-Черкесия, погода. По сообщению синоптиков, сегодня по республике преимущественно облачно, местами дождь в отдельных районах сильный, в сочетании с грозой и подъемом уровня воды в реках, до неблагоприятных отметок в отдельных районах туман. Ветер восточный 6-11 метров в секунду, температура воздуха 11-16 градусов тепла, в горах местами 6-11 градусов выше нуля, в черкесский дождь, ветер восточный 6-11 метров в секунду, воздух прогреется до 15 градусов. Это были все главные новости к этому часу. С ними вас знакомила Руфина Ковалева. Вооруженные силы Российской Федерации приглашают на службу по контракту. Военная служба по контракту – это широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус. Сегодня наши военнослужащие выполняют важнейшие боевые задачи. Руководством страны приняты дополнительные меры поддержки участников специальной военной операции. Они наделяются статусом ветеранов боевых действий и получают дополнительные социальные гарантии. Военнослужащие, заключившие контракт для прохождения службы в зоне специальной военной операции в составе именной роты Карачаево-Черкесии получат региональную единовременную выплату 200 тысяч рублей. Контрактники – это профессионалы, мужественно и с честью выполняющие свой долг. Служба по контракту – твой выбор. Обращаться в военкоматы по месту жительства. Телефон для справок – 8 878 2 26 36 32. Вы слушали Радио России, Карачаево-Черкесия. До новых встреч!